Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня вот, в общем-то, такое видео-презентация для всех моих друзей, для подписчиков и радостное событие для меня. Я сегодня вам расскажу о новой серии своих худилищ, маховых худилищ, лидер. Все их знают, я думаю, уже ни для кого не секрет, что такое лидер Максим Балаев. И вот сейчас я презентую пока еще в виде образцов, что ли, эту новую серию Лидер 2.0, которую еще никто не видел, никто не щупал. Но в двух словах о ней сейчас уже расскажу. Не обращайте внимания на дизайн, дизайн будет один. Не обращайте внимания на название, название тоже будет точность так же, как и назывались Сабанеев лидер Максим Балаев, просто добавлено будет 2.0. Удилища стали выпускаться на другом заводе, и мне пришлось очень плотно работать с этой серией. Она вышла, в общем-то, на радость пока мне, и скоро будет на радость вам, это я вам уже обещаю. Удочка отличается от лидера очень многим. Первое это новый завод, высококачественный завод, который, в общем-то, отвечает на все 100% за качество своей продукции. У нас есть определенные договоренности с этим заводом, которые гарантируют, что брака здесь нет. Серьезного брака максимум это 1%, который, может быть, где-то они допускают на уровне покраски. Случайно там какую-то буковку не докрасили, и то это практически исключено. Скажем так, я посмотрел предварительные серийные образцы, покраски, по все, что мне высылали, и я полностью доволен. Самый важный еще какой момент. Вес у этих лидеров новых 2.0, да, остался на сверхконкурентно-способном уровне. То есть, семерка весит 200 грамм всего-навсего. При этом она стала жестче, быстрее, гораздо по строю, чем предыдущий лидер. Вместе с этим она стала еще более надежной, то есть, еще более прочным удилищем. Это было, скажем так, сделано за счет специальных технологий, которые может делать только тот завод, да, производить удилища именно с такой укладкой припрега, с такой укладкой карбона, как тот завод, на котором я стал размещать заказы, да, вот на свою новую серию лидер 2.0. Поэтому, в общем-то, это фактически топ, это лучшее, что мы можем сделать на сегодняшний день. Вот на данный момент времени, я не знаю, куда там шагнут технологии в дальнейшем, но я думаю, что это лучшее, что может быть из того, что, в общем-то, современные заводы по удилищу строения могут сделать. Именно исходя из надежности, из прочности, из хорошего баланса, из веса и тому подобное. Значит, дизайн, дизайн, как я повторюсь, здесь разный, названия разные, это просто я смотрел, как это все будет выглядеть, заказал разные длины с разными названиями, разным дизайном, чтобы посмотреть, что может сделать завод и так далее. Ну, дизайн, естественно, будет один. Он будет похож вот на такое вот удилище. Вот такой карбоновый, прокраска такая в карбоновый тон всего бланка, в мелкую сеточку такую. Очень симпатично выглядит, приятно, строго и дорого, в общем-то, да. Ну, соответственно, по названию все сказал. По пробке все то же самое, что у лидера. Моя любимая неопреновая пробка, которая не тонет, если случайно упала в воду. Да, которая недорога, в которую, если бьются колена с той стороны, да, и хлыст вот таким образом, ничего с ними не случается. Сколов, она не вылетает, она очень плотно фиксируется. И, соответственно, так как она мягкая, сколов на коленах тоже не будет. Здесь, с задней стороны, точно такая же крышка, как и на первых лидеров. Ничего я не менял, я считаю, что это лучшее, что можно придумать на сегодняшний момент. Значит, крышка на резьбе, резьба в самом бланке. Здесь мягкая резиновая, да, соответственно, вставка для того, чтобы точность так же колена, торцы колен не бились, не отламывались. Ну и, соответственно, раз уж я открыл, дальше все удилища будут снабжаться полом, хлыстом. Прилитой хлыст можно будет докупить в комплекте. Ну, не в комплекте, докупить отдельно. Значит, дальше обработка, идеальнейшая обработка стыков. То есть, именно только этот завод, из всех, что мы, чем я, ну, куда я ездил, да, и где я заказывал, и с кем мы контактировали, только этот завод может обрабатывать настолько изящно и четко свои стыки, просто идеальнейшая подгонка, да. Вместе с этим они еще и усилены, специальные ленты внутренней. С иными смолами, чем сделан весь бланк, то есть, специальная дополнительная обмотка. Для чего это делается? Как раз для того, что если вы ловите постоянно, часто, то часто бывает так, что у вас вот эти стыки колена изнашиваются и стираются просто как уголь, как грифель карандаша. И в итоге она получается как папирусная бумага, ну, и стираются со временем, и в этом месте ломается. То есть, здесь такого не будет. Дальше идет по коленам, уже идеальнейшая обмотка, то есть, это отличная работа, отличная обмотка припрыгом самого Дорна, правильное запекание, то есть, все это выверено. Это крупнейший завод, да, в общем-то, лидер, наверное, по миру, по удилищестроению. Значит, второй момент. Удилища чем еще отличаются от лидера первого? Вы, наверное, знаете, что пятерка лидер первая была 5,08, она была длиннее, чем 5 метров. В этом удилище, в этой серии пятерка будет 5,02. А вот шестерка и семерка в той серии, в предыдущей, была короче, притом серьезно короче, там, порядка 20 сантиметров с копейками минус, да. То есть, семерка вы имели, там, размер в реальности, там, 578, что-то такое у шестерки, да. Ну, и, соответственно, у семерки меньше. Здесь удилища добрали свою длину до нормы всех остальных, в общем-то, большинства производителей. Блэкхолл, который на полметра делает короче, я не беру в расчет. Но реальную длину, фактическую, я вам скажу, то есть, она немного меньше заявленной. Как вы знаете, что все производители, без исключения, практически делают удилище меньше гораздо заявленной длины. Но когда это минус 30-50 сантиметров, как у Блэкхолла, это кошмар. А если это, в общем-то, 15 и 10 сантиметров, 8, это, в общем-то, ничего страшного, в этом нет, это норма. Поэтому, скажем так, здесь удилища в этом подросли, в отличие от первой серии. И они стали действительно длинные, практически близки к заявленной, да, к номинальной длине. А некоторые длины, как я сказал, даже выше чуть-чуть номинальной длины. Значит, по весу сейчас скажу, по длинам. Здесь у меня представлено 4, 5, 6, 7, 8 метров. Но четверки в серию не войдут, я буду делать только 5, 6, 7, 8 метров. Ну, на всякий случай, четверку я рассматриваю еще в виде уклеечного удилища. Может быть, я чуть еще сделаю построже, построю раз, и ее сделаю более деликатной, именно для мелкой рыбки. Ну, вот смотрите, пока четверка, то, что у меня в руках, весит 78 грамм. Дальше измеряем пятерку. Сто тридцать один грамм. Шестерку. Сто сорок пять грамм. Семерка. Двести один грамм. Так, и восьмерка. Двести пятьдесят восемь грамм. Значит, диаметр комлей, ну, скажем так, вот примерно в точке хвата. У четверки восемнадцать. У пятерки двадцать два с половиной. У шестерки двадцать три с половиной. У семерки двадцать пять. И у восьмерки двадцать семь и восемь. Расложу, и вы увидите разницу в строе. Ну вот, друзья, разложил. Константин Михайлович нам поможет. Смотрите, четверочку построю. То есть, здесь у нас даже комлевой пробки нет. То есть, это единственный экземпляр. Смотрите, это идеально легкая палочка, которую я даже, честно говоря, не чувствую. Но построю. Давайте сейчас Константин Михайлович нагрузит. Но, может быть, я ее сделаю для уклейки. Поэтому можете посмотреть. Вы как бы первые, кто ее видит вообще. Посмотрите, какая идеальнейшая работа бланка. То есть, отличное распределение нагрузки. Давайте следующую пятерку. Так, я ее трясу. Посмотрите, специально вам на камеру показываю. Ну, извиняюсь, что вот такой вид, да, в магазин все-таки. То есть, она не клюет носом совершенно. То есть, палка тоненькая, легкая, очень звонкая. Посмотрите, вот я ее трясу. Посмотрите, как она встает мгновенно. Никакого дребезжания холста, ничего. Смотрите, вот бам, все-все, вот она встала. При этом, вот сейчас мы ее нагрузим. Константин Михайлович нагрузит. Не очень удобно в районе двери, конечно. Но, насколько это, видите, как работает бланк. То есть, она распределяет дальше. Она не ломается, да. И она и жесткость сохраняет. Это вот ко всем относится. Они сохраняют и жесткость верхней трети. И в то же время она еще и позволяет, она еще распределяет нагрузку дальше на следующее колено. Видите, вот на фоне белой двери я специально это делаю, где вот сама парабола пошла. То есть, это, скажем так, для меня это крайне важно, что мне удалось добиться. Я работал над этим долго очень. Добиться удалось то, что, сохранив быстрый строй, мы не потеряли в прочности. Потому что, как вы знаете, палки быстрого строя, они плохо амортизируют. И, соответственно, при какой-то там серьезной нагрузке просто ломаются. Ну, потому что дальше невозможно распределить. Кончик сразу загружается. Второе колено загружается. А дальше уже жесткое колено третье идет. И, как правило, происходит на втором слом. Вот, смотрите. Это 6 метров у меня в руках. Тоже просто пушинка. Вот, я не знаю даже, как вам ее показать. Но это вот, это пушинка. Абсолютная. То есть, с идеальнейшим балансом. Точность также, смотрите, я... Мгновенно она останавливается. То есть, посылистый строй, посылистый бланк. Ну, без ложной скромности. Это одни из лучших, наверное, я вот так сказал, что прям вот... Если лучшие, хочу сказать. Но, на всякий случай, скажу, что одни из лучших у Дирич. Там, наверное, из двух, может быть. Что я, наверное, держал в руках. Значит, Константин Михайлович у нас нагружает. Смотрите, шестерочка. Точности также. Смотрите, видите, какой бланк. Как она распределяет. Вот я держу одной рукой. Достаточно жестко, кстати. Давайте я упрусь, чтобы проверить именно на прочность. Видите, как я упираюсь. Да, вот она, дуга уже пошла дальше. То есть, понимаете, что на дистанции она выдержит и карпа. Но при этом, какой у нее вес. Какой она тончайший бланк. Да, и какой у нее прекрасный баланс. Значит, берем семерочку. Также показываю вам семерку. Смотрите. Вообще никакой игры вниз. То есть, это просто пика. И посмотрите, как идет работа верхней части. Точность также. Никакого колбас, ни, как говорят, ничего. Вот она раз и встала. Вот сильнее сделал. Вот сильней. То есть, забросила, встала, забросила, встала. Нагружаем. То есть, строй изменился по отношению к лидерам первым. Значительно в жесткую сторону. Кому-то это нравится. Кому-то это, может быть, менее нравится. Мне нравится, соответственно, и первая серия, и вторая. Просто они обе отличные, но чуть-чуть разные. Да, ну не чуть-чуть даже, а в принципе разные. И по заводу изготовителей, и по характеристикам, и по строю, как вы видите. Ну и по цене увидите, что они будут очень приятные. Значит, восьмерочка. Точность также. Вот смотрите, я пытаюсь показывать вам на белый хоть какой-то фон. Чуть-чуть она носиком там клюет впереди за счет хлыста. Но при этом она в руках лежит. Изумительно. То есть, я ей забрасываю одной рукой. Видите, я даже там вот такой хват вам сделать. Видите, что я... Ну, у меня не сильно очень мощные руки, да. Но у меня очень легко держать одной рукой даже ветер. Вот я на камеру держу стандартный хват. Соответственно, точно так же. Вот насколько возможно потрясти здесь. То есть, остановка. Видите, вот на белый фон стараюсь вам делать. Раз, останавливается. То есть, ну, раз-два и все, и хлыст стал. То есть, строй очень жесткий. Ну, не очень жесткий, да. Он считается, в общем-то, в средне-быстром строе. Да, но для такого класса палочки это очень хороший строй. Это действительно жесткая палочка, быстрая. Нагружаем. Мне тоже придется от камеры чуть-чуть отойти. Это 8 метров у нас в руках. Видите, какая работа. Вот как она будет. Да, Константин Михайлович там уже дергает сильно. Я сейчас вторую руку уже прикладываю, чтобы мощно ее тянуть. Ну, сломается, как говорят, так сломается. Видите, какая работа. Восьмерка шикарна просто. Друзья мои, ну, вы видите, что это потрясающие махи. Я бы сказал, что это лучшие махи на сегодняшний день по соотношению цена, характеристики, качество изготовления, возможность получить любую запасную часть, любое колено в наличии, да, которое будет. Ну, и, соответственно, цена. То есть, и это идеальнейшая серия, которая, в общем-то, вне конкуренции, наверное. Ну, я не хочу так вот прям, чтобы не обижать никого, но это действительно серия махов, которая не оставит равнодушным ни одного. То есть, я гарантирую, что любой, кто ее возьмет в руки, будет только в восторге от нее, и я не буду стыдиться за свою серию, которую я сделал. Напоминаю обязательно, что магазин Мультифиш и розничный магазин являются официальным и единственным магазином от фирмы Сабанеев, от технологического центра Сабанеев, разработчиком которого и директором которого я являюсь. Вы можете звонить по телефону, есть телеграм-канал, подписывайтесь, там общаюсь только я, отвечаю на вопросы только я, при том каждый день с людьми. Дальше идет ВКонтакте, социальная сеть, куда я тоже прошу подписаться, и, соответственно, YouTube. У кого есть возможность, Routube, Facebook и Instagram тоже мы там присутствуем, также выкладываем самые анонсы в этих соцсетях, плюс еще какой для вас подписок, это тот, что вы можете получить совершенно бесплатно. Две запчасти в год, в период проведения такой акции на конкретную фирму, мы это проводим уже два года, люди довольны. Многие получили даже запчасти, которые сломали, на удилище сломали по собственной вине, условий, соответственно, два, ну, не вине, не осторожности, да, условий два, это покупка удилища у нас, Multifish, и подписка на социальные сети, это обязательные условия для получения запасных частей. Когда мы будем проводить такие акции, я озвучиваю только в социальных сетях, никакие форумы здесь не участвуют, и форумы не дают скидок, не дают таких привилегий, да, как подписки в социальных сетях. Поэтому подписывайтесь, если вы хотите получить оригинальное удилище, потому что я сейчас уже понимаю, что это будут, вероятность большая того, что их будут подделывать, потому что удилища прям вот топовые, все захотят их иметь у себя, и подделки не заставят себя ждать. Поэтому они могут отличаться и качеством, и весом, и чем угодно. Поэтому, если вы хотите купить оригинал, именно, да, покупайте в Multifish, у меня лично, я, соответственно, гарантирую вам качество и то, что вы покупаете в официальном магазине, плюс к этому вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак, лично от меня от магазина Multifish. И, соответственно, как я сказал, если вы подписаны в социальные сети, вы можете получить две запчасти в год бесплатно, если по своей неосторожности даже сломали удочку, там прижали чем-то, наступили и так далее. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Когда эти акции закончатся, я не знаю, но рано или поздно, естественно, мы их когда-то прекратим, но пока они продолжаются. Поэтому подписывайтесь, покупайте только в Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok